очередное доброе придоброе морозное приморозное утро братцы привет всем вот так вот мы стоим аккуратненько никому не мешая парим молотим расход сумасшедший уже стоит на оборотах потому что если они скопер их на низких нельзя во вторых она не греется нихрена там 700 800 стоим вот на 1200 зато тепло время пол восьмого через час сказали все придут будем выгружаться пытаться ну штору мы однозначно не сдвинем таким морозом будем ее вот так подымать или палками подпирать посмотрим что там за погрузчик будет или закидывать наверх потому что сдвинуть ее в сторону это нереально я в такой мороз крышу сдвигал мы втроем ее до середины еле столкнули здесь очень дубовый тент вот в этом прицепе такие мы симпатяшки даже номера не видно надо почистить потом долго не походишь 3535 вот всю ночь было 35 часу 34 теплее сейчас солнышко выглянет будет 30 может что автономка отойдет как только автономка отойдет я машину заглушил пока же пока же пока же не до этого будем ждать я сомневаюсь конечно что подряд там все приедут но вчера правда прораб приехал вечером когда я заезжал может уход 9 за все будут ждем сейчас как раз и так уже начнет солнышко появится давай луна прячься где там солнышко возвращай нам его пускай посветит хотим не греет нормуль процесс идет как и говорил видите мы тент закинули потому что ну сдвигать его это убийство похож все нормально приехал парняга 9 часов все трудимся весь все развязано кормилица молотит не глушим естественно 34 на улице все хорошо 2 машины нету так он до сих пор не приехал его ждут а он сколько навозили уже этих вон видите нам все заставлено ими мы последние я предпоследний тут парняга получается последний бегая тут яму натопил за ночь намолотила сканья да красота вон какая да у меня походу хватануло солярку в этих краниках вот там под баками которые тут перетекают видно там где-то прихватило потому что что-то мне в процентном отношении очень мало а это вот сейчас выгрузимся зачехлимся борт закрою надо будет посмотреть что там делается когда поедем на лукойл заправляться потому что я иду на вчера чтобы толкнусь не толкается видно хватануло а а здесь тут аудюха да вот этот прораб или куда эстонский эстонский проект какой-то наверно велик гостиница какая-то строится прикольно наверно не глохнет она уже как вот с эстонии сюда приехала так ни разу еще не заглохла это удюха 50 процентов сделано осталось еще столько же и все ой все пол 11 а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы разгружены... Все хорошо... Все замечательно... Смотрите, вот как она днем выглядит... Эта штука, которая горит целой... Постоянно... Сейчас заеду на Лукойл... Хотел солярку посмотреть... Ну, однозначно, что не перекатывает... С дополнительного бака в основной... Так не смог крышки даже открыть... Все замерзло... Сейчас, наверное, надо будет ставить чайник... Кипяток... А вон коллега летит, который этот... На Даффе... Вон сзади погрузчик есть... Который меня разгружал... Давай, здорово-здорово... Может, погрузчик на заправку поехал... Ну, я сейчас буду эти... Встану, крышки отогрею, попробую... Надо же открыть... Надо же дозаправиться... Раз солярку не перекатывает... Надо же долить хотя бы... В этот... В основной... Поэтому хотя бы основной сейчас отогреть... Вот... А потом все расскажу о наших дальнейших планах... Я решил я тут, братцы, не заправляться... Поеду на Газпроме заправлюсь... Так, у меня солярка с того бака и не перетекает... Сливаться все равно надо... На следующем повороте поверните направо... На следующем повороте поверните направо... Вот... Опять подъехал Алексей, подписчик... Мы просто вчера забыли сфоткаться для нашей постоянной рубрики... Предлагал еще сегодня днем покататься... По Коголыму я говорю нет... Надо ехать... В Польска? Пустая шлифует... Вот... Сейчас уже могу рассказать... Короче, у нас была здесь под вопросом загрузка на... Ташкент, по идее, мы должны были грузиться... Еще позавчера я звонил, спрашивал... Мне сказали, да, груз актуальный... Все, в понедельник звоните... А сегодня уже звоним им и они нам отвечают, что... Что груз не готов, будет готов только 11-го числа... Данный вариант нас конкретно не устраивает... Поэтому... Вот Леха еет... На красненькой... Поэтому... Ну, вроде бы... Смотрите, паровозик какой шикарный... Вроде бы отписались мне, сказали, что это... Используйте третий съезд... Как его... Вроде с Тобольска будем грузиться на Аргун... Чеченская Республика... Не буду я сейчас никакими козьями дорогами выбираться из этого... Когалыма... Поеду по прямой в под... Я уже все равно под знаком... Поэтому... Мне разницы никакой нету... Как ехать... Тем более, отснимем... Улицу Дружбы Народов... На дорогу... С другого движения... Мы тут приезжали... Еще сегодня подъезжали... Снимала Ненинского... Вы представьте, братцы... Татьяна... С супругом... С Ноябрьской сюда приехали... Я просто в шоке... Ребята... Так раз... Познакомиться... Так приятно... 180 километров отсюда люди ехали... Так целый спальник подарков... Мне уже просто на такой степени неудобно... Что я правда не знаю даже что делать... Спасибо вам огромное... Опять... Буря эмоций... Куча впечатлений... Все положительные... Как в этом фильме... Просто аж это... Петь хочется... Через 100 метров... Пьете на дорогу... С круговым движением... А затем... Смотрите какая красота... Так... Что у нас... Круг главный... Пропустим... Вот она видите... Да... Машина шлифует... Скользко... Ну... Пустой... Извините... Я вас сюда поставлю... Вчера мы здесь катались... Шлифует... Шлифует... Пустому ехать... Конечно... Это вообще... Воздушный фильтр... Забит... Мне выдал еще... Только что... Чем он может быть забит... Только что... На панели выскочила... Забит... Воздушный фильтр... Мы только что... В стылок... Выехали... Скорее всего... Подверз... Малости... Морозы... 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 Я думаю... Она потом отойдет... Что интересно... У меня от Блю... Меньшилась... Че... Ну... Греция... А вот отстала... Прикольно... Вот... До Тобольска выдает... 720 километров... Понятно... Сегодня я до Тобольска не доеду... Уже время час дня... Ну... Еще пока заявки нету... В общем... Сейчас поедем... Поедем на Газпром... На Газпроме заправимся... Много не будем лить... Литров... Наверное... 150... Зальем... Потому что в Тюменской области все равно... Надо посмотреть ценник... Я не знаю... Просто какая... За какое здесь топливо на Газпроме... Неинтересно... У меня уже... За колодки уже не пишет ничего... Уже теперь за воздушный фильтр пишет ошибку... Используйте первый съезд... Где он мог забиться уже? Просто замерз... Инием покрылся... Наверное... Машина на холостых пропотала... Хотя... Ну... Не знаю... Через 950 метров... Ладно... Все равно пока ездим... А там будем смотреть... Ну что, Когалым... Спасибо за гостеприимство... Приятно очень было... Столько людей... Новых... Знакомых... Когалыме... В Сургуте... В Патьяхе... Ну... Видите, как немкие стены разрисованы... Да... В Сургуте... В Сургуте... Я люблю нефть... В этой песне... Да... Все любят нефть... Да... Надо аккуратненько... За городом-то нормально... Вот город прикатано... Скользко... Сейчас пока 32... У нас за борту корабля... Ну... В любом случае... По-моему... Мы сейчас едем... На юг... И у нас должно стать теплее... Теплее... И теплее... Становится... Я так... Надеюсь... Теплее... 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 Главное, чтобы там еще с Аргуном получилось... Смотрите... Теплее... Теплее... Кругов много, да? Какой ты? Какой Франции? Теплее... 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 Хорошо... В общем, пламенный. Ноябрьскую... Готовьтесь через 410 метров... Теплое... Вот сейчас справа это ЗАГС, а чуть дальше этот дворец спорта. Всё, принял. И вот детский парк аттракционов, вот я сейчас проезжаю. Ага. Добро. Через 100 метров продолжайте движение прямо. Продолжайте движение движения. Ещё одна, она даже крутится, ей мороз нипочём. На этой штуке. Глупойловской. Как? Чуть газку даёшь, и всё заносит сразу. Я так вот думаю, если мы на Аргун поедем, это по-любому через Энгельс, через Саратов. Мы, наверное, там Мишу и зацепим. А потом что делать? Короче, будем потом думать. Скорее всего, оттуда, наверное, будем... Мало ли, может, не на Москву. Короче, не знаю. Ладно. Ещё пока заявку не подтвердили. Ещё пока только оформляется. Поэтому здесь как бы всё. В общем-то, да. Вот мы, считается, и выехали. Практически. Ещё чуть-чуть. Ну, тут чуть-чуть. Вот ещё такая вот симпатичная аллейка. И всё. И там неработающий пост или работающий. Вот. Вот. Сейчас вот по левой стороне лед закончится. Видно, будет городской пляж облагородить территорию. А? Летом так прогревается, что купаться можно? Ну, народ купается, загорается. Ну, правильно. Чё? Люди серверные превышает. А, дверь. Ну, а почему нет? Да. Вон, смотрите, всё. Всё культурно. Комбраза глубина метров 12, по-моему. Это больше гидраномеров. Ну, не важно. Главное, что прогревается, что есть возможность купаться. А вот и мост ДПС. Я сейчас на правую иду к знакомым поеду на сдачу съезжу. А тебе прямо. Удачки, шаршаренькие. Я в курсе, что мне прямо. Давай, всех благ. Спасибо за гостеприимство, за экскурсию. Я думаю, ещё увидимся, приедем. Конечно, всегда рады. Давай, Алексей, счастливо. Вот он, этот подгулявший участок, который здесь километров 20. 15. Да, смотрите, вот какая здесь природа. Ханты-Мансийский автономный округ. Конечно, попасть бы, вот интересно увидеть коренных народов, хантов. Вот жилища, да, посмотреть, как они живут. Вот представьте, да. Чум поставят этот. И всё. И люди там всю жизнь. Ну, я уже не говорю, там, то есть севернее, там ещё и немцы. Экстремальные такие условия, да. Когда за бортом, там, тридцатник этот, как бы, ещё, уже тепло считается. Я потом скрин приложу, фотку Алексеева, чтобы подъезжал ко мне. Он мне такого классного дядьку подогнал. Местного ханта такого. Приложу фотографию. Просто сейчас. Вчера не сфоткал, а сейчас лежит далеко. Потом забыть могу. Если не забуду, то я сниму на камеру. А так, фотку прикину. Посмотрите на него. Вот. Но всё. Аргун у нас уже слетел тоже. Чечня. Короче, Узбекистан слетел. Аргун с Тобольска слетел. Но всё равно сегодня здесь мы, наверное, оставаться не будем, сургутцы. Здесь, ну, погрузки есть, но они такие копеечные, что и забирать их отсюда даже нет никакого смысла. Поэтому поедем пустые. Во всяком случае, пока в сторону Тобольска. Но там посмотрим. Сейчас пока мы до Сургута доедем, уже и стемнеет. Солнышко спрячется. И станет немножко темно. И снова нефть. Кругом нефть. Здесь вокруг нефть и болото. Вчера с Алексеем разговаривали. Он говорит, ну, говорит, как комары комарами. Машка, говорит, здесь вообще, говорит, жизни не даёт. Ещё как в городе, говорит, туда, куда не шло, говорит, её там, ну, травят её там туда-сюда, там что-то обрабатывают. А это за городом, вот если в тайгу, вот тут, в тайгу, в лес, короче, шаг влево, шаг вправо. Машка – это просто зверство. Ну, я просто видел, что такое Машка, когда мы заходили, ну, это был конец мая, по-моему, через Черлак на Павлодар в Казахстан. И там вот все эти пограничники, таможенники на границе, все, ещё когда таможня была, они все были в этих масках таких специальных, потому что всё, ну, в кабину вылазишь всё, и они уже все на тебе сидят и грызут тебя. Это просто катастрофа. А они там работали. Мы-то там, ладно, там туда-сюда выгрузили, ну, выскочили там, досмотрелись, и всё. А они там жестоко-жестоко, конечно, это вся природа. Здесь такая суровая, суровая. И всё здесь просто так. Здесь обычный человек тут, такие там южные, там европейцы какого-нибудь сюда пришли, там, французов, да. Минус один, кричат, катастрофа, минус пять, уже всё, замерзают. Тут, когда тут морозы под полту стоят. Жест, жесть, жестоко. Жёстко, не жестоко, жестко. Но интересно. Всё, ладно. Урок философии закончен. Летим до Газпрома. Правда, у нас по той стороне у нас будет по левой, придётся развернуться ещё. В Газпроме заправимся. И туда уже там поедим и дальше поедем. Вон они, на закате дня, да. Очередное месторождение. Копсид. Там, походу, перевалочная база. Куча вон всяких там тоже. Кочек. Качают, качают. И отсюда качают с землицей нефтюшку-то. Блин, конечно, надо тут вот работать, ну, в этих всех месторождениях, да, вот эти вот вахтовики, да, в каких экстремальных условиях. Постоянно, каждый день, да, низкие температуры. Летом эти зверушки летающие. Да, ещё та работёнка, скажем так. Ебей лежачего. Всё дымит, коптит, пылит, пыхтит. Огонёк, светло. Так, что мы тут? Как раз-таки вот господ вахтовиков догнали. О, 008. А, платной номер. Здесь машины вообще не глушатся. По осени завёл, весной заглушил. А вон тут запрещён. Нельзя. Потерпим. Как-то же машинка встретилась тут. Местные. Сотрудники-то. Вдюдь. Вон, смотрится. Тут какая-то что-то вон. Тут не просто месторождение. Тут ещё что-то вот. Какая-то перевалочная база. Тут, может, что ещё. Короче, что-то тут делают. УВС УФСИНК. Управление что-то. Ничего, управление. А вон тоже, вон видите. Огонёк, это значит, что это газ сжигает. Насколько так вот я осведомлён, могу ошибаться. Там лишний газ горит, или что он там с земли выходит. Его сжигают. Прямо вот здесь всё рядышком. О, видите, всё. И качаю её оттуда. Нефтушку-то. Не хотят, парни, двигаться, ну ладно. Где у нас тут прерывистая? Старичка идёт. Подождём. Не будем шалить. В принципе, одного бы я прошёл бы. Рукава какие-то вот тащит. Загрузил. Всё, вот солнышко прячется, да? Три часа дня всего лишь. А солнышко уже прячется. Ну, как говорится, в девять ещё темно. В три уже темно. В девять только светать начинает. Три венец и уже солнце. То есть, только появляется солнце, а в три часа дня его уже нет. Движняк-то такой пошёл. Наверное, Сургут уже недалеко. Ну и природа, да, вот эти все вот деревья. Все такие маленькие, низкорослые. Я думаю, туда дальше там ещё меньше, меньше, меньше. И реже, реже будут попадаться. Всё, газ в пол пошли. Всё, второго сразу берём сходу. Даже прятаться не будем. Дровосек. Ну ладно, вахтовики не едут. Понятно, у них эти спецмашины там, не предназначенные для скоростей. УАЗик-то что не едет? Наверное, не торопится просто. И этот СЕ наслаждается спокойной ездой. Тоже как вариант. Главное, что обгон запрещён. Сейчас опять гайцо увидел. Поэтому будем ехать смотреть за УАЗиком. Не знаю, говорили, что с понедельника потеплеет. Что-то пока как-то не очень. Может сегодня когда южнее уйдём. Туда уже за нефтью юган, за пытьях туда. Может быть там уже будет потеплее. Пока 32. Но всё равно. Вчера вот когда уже солнышко спряталось, сразу стал 35. Сегодня 32. Уже прогресс. А фильтр я не знаю, что он загорелся. Что воздушный фильтр забит. Решит, верится. Я думаю, что он просто тупо замёрз. Потому что все остальные ошибки поисчезали. Даже колодки исчезли. Так, конец зоны всех ограничений. Пошли вахтовики, сургут, нефть и газ. 60 едет. Так-то совсем медленно, правда? Что? А, нет, нифига. Не получится пока. А тут уже нельзя. Мистер УАЗик. Может подвинетесь? Нет? Нет. По идее, не обязан нарушать. Ладенько. Обгоним. Вот сейчас он там маленькая пройдёт. Но ещё УАЗики редко приходится обгонять. Честное слово. В основном они нас обгоняют. А тут... А не спешит человек. Отдыхает. Едет. Угайцы как раз пошли навстречу. Ну... Попробуй обгони. Там, где нельзя. Погнали. Дальше. Вот. Вот. Вот эту УАЗику. Вот видите. Всё. Педаль в пол. Пошёл. Только дым. Сейчас куда-то направо будем сворачивать. Ну да. Тут что-то как-то право-лево, право-лево. Какая-то такая дорога интересная. Ужас Сургут недалеко. Сейчас может даже будет указатель сколько-то. Что-то... Может кематерс 50 таких. Может меньше даже. А прямо этот тромаган какой-то. Тромаган нам пока не нужен. Ну, как я и сказал, Сургут, 56 километров. Съездил, развернулся. Такое место неудобное, это Газпром. В общем, заезжаем. Так у меня с дополнительного бака в основной не перетекает нифига. Ничего, греть, лезть не хочу. Догревать эту. Там надо этот, подогреть. Сам именно вот где трубка выходит, пластмассовая, уже сколько раз такое было. Там прихватывает немножко и все. Ладно, не страшно. Все равно заправляться надо. Сейчас я посмотрю, какой здесь ценник. Искоколит. Причем у нас здесь, здесь топливо. Вот, тут дизель дорогой, 53,30. Поэтому мы здесь, в Тюменской области, дешевле. Поэтому до Тобольска нам 600 километров. Короче, 200 литров заливаем. Это до Тобольска. А там в Тобольске мы заедем уже на другой Газпром. И там зальем. 53,30, это, конечно, дорого. На следующем повороте поверните направо. Поэтому пару сотен. 200 литров зальем, а там, может быть, потеплеет. Может, наша потечет. Нет, так... Будем тогда там доливаться. Братцы, вы только посмотрите на эту красоту. Вот этого красавца. А вот эти двое, это вообще... Это Алексей подарок Ханты. Хант, наверное. А это немцы, ну, я так понимаю. С Ноябрьска. Александр с супругой. Класс, спасибо. Ну, это тоже от них. Смотрите, какой красавчик. Все остальное показывать не буду. Поберегу вашу нервную систему. Моя уже не на месте. Еще раз большое спасибо. Огромнейшее. Просто у меня эмоции переполняют. В общем, залили мы на Газпроме. 200 литров. Автономка не так и не включается. 53,30 топлива. 200 залил. В Тобольске хватит. В Тобольске там. Там уже дешевле. По-любому. Если та не отогреется. Там, я думаю, градусов до 25. И опустит, то и поднимется. И тогда оттуда тоже побежит солянка. Потому что до 30-ника она у меня бежала. Она здесь уже, когда под сороковник стала давить, она перестала сюда перекатываться. Там чуть-чуть ее подогреем. В общем, Газпром перед Сургутом. Все туда. Я просто смотрю на них, я с ума скажу. Такая красота. Спасибо огромное. Сейчас покушаем. И все. И будем дальше. Поедем. Сургут. По объездной уже бежали. Сейчас будем смотреть, как мост выглядит. Через... Оп. В ночное время. Спасибо еще раз, Олег, за спиннинг с Сургута. Большой привет, пламенный. Вообще, всем привет, пламенный. То есть Сургута. И не только, без Сургута. Всем пламенный. У нас уже тип тропики. Практически. Вон он, мостик светится. Ай, красавчик. 31 градус всего лишь. Еще чуть-чуть, еще немножко. И мы выше тридцатника поднимемся. А это уже... Может и автономка заработает. Так, весовой. С этой стороны. Хотя пустые, но все равно, наверное, заехать нужно правильно. Здесь, главное, вот весовой контроль. А сейчас еще этот. По старинке, которые... Весы там такие. Как у меня на кухне стоят. Интересно. Там такой уже модный, современный. На скорости все взвешивает. И... Пожалуйста. Что тут? Видите, грузовикам только через право. Там я однозначно на стопе останавливаться не буду. Потому что я им там начну... Буксовать. Санкционер тут ровненько. Ни фига не ровненько. Тут лед. Я потом хрен тронусь. Будем считать, что я стал. Интересно. Если красный загорится, вода перевес. И взять и поехать. Потом вылает. На следующем. А здесь вот стоянка большая. Вот она. Сразу. Шлифует. Шлифует. Пустая. Вот она. Сургутсия здесь. Морская сразу за мостом. Когда идешь сюда. Пиццемашин сколько. Все. Она вот шлифует на подъем. Сейчас еще и не поднимется. Пустая. Видите? Шлифует. Ничего ее к земле не прижимает. К асфальту. И все. Не хочет подниматься. А он в любом случае скользкий. Стоянка просто огромнейшая. Я смотрю. Да. Тут такое вообще солидное место. Говорили здесь. После моста. Сразу с левой стороны. И тут баня. Тут все дела. В общем. Не. Поднимемся. Вот что значит пустая. Вот он и мост. Названия нету. А то там через Волгу приезжаешь. Там президентский мост. Там еще какой-то. Внимание. Пропуск транспортных средств. Свыше 44 тонн. Период с 10 вечера до 6 утра. Почему? Ты даже тут подшлифовываем. Так слегка накатанно. Накатанно. В любом случае. Тут не то что снег. Тут такая какая-то хрень. Сыпется сверху. Периодически. Но и в любом случае. Горячими колесами. Все равно прикатывают. Не снег. А какая-то. Я не знаю. Такая как пыль какая-то. В мороз. Именно. Вот в большой. От чего у меня сзади номер. Что на тягачи. Что на прицепе. Их нету. Кстати. Забыл почистить. С утра завтра. И как бы все равно колеса. Колеса горячие. И она хоть и сдувается с дороги. Но немножко прикатывается. И вот и. Небольшой накат получается. Для груженной машины. Так до фонаря. Она его не чувствует. Там пустая. Все. Что там. Сука там того весу-то несчастного. На пустую 4 тонны показывает. На вторую лошадь. Подсветка как подсветка. Ничего такого необычного нет. Сколько тут надо 50? 50 ехать. В принципе 65 едем. За 65 нас не накажут. Наверное. Так. Куда сегодня поедем? Сейчас до Тобольска 528 километров. Сейчас время без 15.6. Не знаю. Наверное. Часов до 9 до 10 проедем. И все. Что у меня сегодня после сегодняшних зимних. Зимняя физкультура. Что-то горли прошить начало. Как бы что-то мне надышать. Холодного. Это горло. Не хватало. В общем посмотрим. Пока никаких конкретики нет. То есть если была какая-то конкретика. То можно было бы туда и под сам Тобольск завалить. А так смысл какой. Ночью ехать. Хопик шеет. Допустим не снялась. Сказала Маша. Замерзшим голосом. Ма. Мост Оп. Называется. Что-то еле едем. Что тут случилось. Мигалки. Или это просто гайцы. А перед нами просто сунется. Какой-то очень быстрый. Или мы здесь все-таки объезжаем кого-то. Нет. Нет. Гаишники. Вот что-то. А. А. А не. Это типа я. Маленькая в хлам. На московских номерах. Хюндайчик. Поэтому так медленно ехали. Всем же надо посмотреть правильно. Блин. Шлифует. Все-таки. Скользковато на дороге. Скользковато. Хоть и морозно. Какая прелесть. Что ж вы будете делать-то. Саридзе Гагано. Красиво здесь. Освещает. Красота. Это уже в районе Пытьяха. Месторождение. Очередное. У нас уже выйти. Сип Тропики. 29 всего. Что-то мне подсказывает, что мы сегодня даже машину на ночь заглушим. Если автономка запустится, конечно. Может, туда ближе еще. Если градуса до 25 поднимется так железно. Точно автономка заработает. 129 после 39. Это уже жут. Сип Тропики. Да, сейчас вот Пытьях прямо. А мы направо. Точно. На Цюмень. Тюмень. 700 километров отсюда. 697. 457. До этого. До Тобольска. Так, а сколько там? Ну, да, там 250 километров от Тобольска. До Тюмени там. Можно сказать, рядом. Хорошо? Еще с Тобольским зацепить бы завтра что-нибудь. Человеческое. Попробуем. Уже 200 километров до Тобольска осталось. Время уже пол 11. Не вижу никакого смысла дальше ехать. Вот тут хоть что-то он там светится у нас с правой стороны. Такое красивое. Если там есть куда встать, какая-то площадка, мы будем становиться. За бортом у нас вообще. Это уже даже не сип-тропики, а уже суб-тропики, можно сказать. Всего лишь минус 25. Сейчас приедем, встанем, попробуем нашу автономку запустить. Если автономка запустится, то будем глушиться, спать на заглушенной машине. Так-то вроде как с этой стороны, с левой у нас, смотрю, стоянка тоже стоят. И с правой, вон, смотри, машины стоят. Ну и все, и становимся. Мы пустые. Если место есть. А место есть. Магниты стоят. Там еще машины стоят, короче. Остановимся и будем ночевать. Дальше уже не поедем. Малость уже и подустала. Еще плюс подмерз сегодня. Рядом с магнитами становиться, что ли. Потому что у них рэв и молотят, как бы у меня уже особо тут до фонаря. Здесь все забито у пацанов. Которые от магнитов спрятались. Тоже стоят, вон, не дымят на автономках. Я думаю, наша сейчас тоже должна заработать. Давайте рядом с магнитами. Хрен с ними, с ихними рэвами. Потому что я даже не вижу, чтобы у них рэвы дымили. Поэтому у них, наверное, рэвы выключены. И будем спать. Хватит завтра. Мы до Тобольска доедем. И магниты не молотят. Нам стыдно будет молотить стоять. Но это, конечно, плюс, но если автономка заработает. Я смотрю, вон, там машинки стоят наверху. А, ладно, здесь там, ну и все. Газовая заправка. На свету все. А завтра выйдем, поедем до Тобольска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok